Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династию Улойд, наших застройщиков, и новую серию, в которой у нас наконец-таки наступило Рождество. С чем я вас и поздравляю, и Филберт у нас тут занимается, собственно говоря, последними приготовлениями нашего дома. Конечно же, он решил всё украсить, потому что оно как-то так... Да, у нас, как вы видите, праздник зимы, и я решила, что это у нас вот как именно Рождество, потому что, ну знаете, на такой западный манер. Сначала праздник зимы, а потом уже Новый год. Вот, то есть это больше походит на вот это вот самое 25 декабря, которое отмечают обычно все иностранцы, именно в этот день обычно отмечают Рождество, а потом уже, соответственно, Новый год. Поэтому я решила, да, что наших симов тоже это будет более интерпретировано как Рождество, и вот такой вот наш Филберт. Да, несмотря на то, что у нас пишут, что он игнорирует традицию по праздничному настроению, потому что он сноб, видите ли. Но, знаете, наш Филберт, он такой сноб, что на самом деле, на самом деле ему, конечно же, приятно проводить праздники, он очень любит их отмечать. И вообще, в принципе, Филберт тот персонаж, который будет рад любому поводу, знаете, как-то повеселиться, порадоваться жизни, и, в общем-то говоря, подумать о чем-то хорошем. Вот, потому что плохого ему в свое время, конечно же, хватило. И у нас тут учиться набивать мяч. Так, у нас у каждого соблюдено по одной традиции. Да, у нас 7 утра, и я специально так рано подняла симов. И да, кстати, давайте я покажу, как мы украсили наш дом. Во-первых, я думаю, стоит показать его вот так вот во всей красе. Вот такой он у нас красивый, наш династийный дом. Я его уже тут сама без вас пофоткала, потому что мне прям очень понравилось, как это все выглядит. И внутри, кстати говоря, я тоже украсила. Наш Филберт очень старался. Вот тут у нас стоит елочка на втором этаже, гора подарков, которую мы обязательно пополним. Конечно же, всякие гирлянды, всякие вот эти вот веночки, какие-то праздничные. Грейс такая смотрит и думает, ничего себе, Филберт разошелся. Вот это, конечно, просто обалдеть. Да, вот такой вот у нас парень, конечно же. И давай мы тут быстро пропылесосим. Вот, и будем начинать наше приготовление. Да, на первом этаже у нас тоже елочка, но уже елочка, которую мы будем украшать, конечно же, вместе с Филбертом и Грейс. Ну и да, в принципе, вот повсюду у нас гирлянды, повсюду у нас вот такая красота. Задаем настроение, так сказать, и даже стол у нас изменился. Стал вот такой вот, более праздничный, тоже тут с какой-то елкой вокруг, да. В общем-то говоря, все по красоте, все в лучшем виде. Да, и я хочу, чтобы у меня Грейс пропылесосила. После этого, наверное, мы займемся садом. Вот, мы соберем весь-весь урожай. А наш Филберт, давай, пожалуйста, не будем учиться набивать мясо. Сейчас наш Филберт, я думаю, немножечко покушает. Вот, ультраполезный салат. И после этого мы будем заниматься приготовлением, собственно, кушанья. Потому что мы сегодня пойдем в гости, как мы уже договорились. Мы сегодня будем отмечать наше Рождество семейством Меркуриев. И также семейством Венера, конечно же. Мы пригласим наших двоюродных братьев и сестер. Это обязательно. И сначала мы начнем с грандиозного ужина. Но скажу вам сразу, наш Филберт просто сейчас разойдется не на шутку. И будет готовить он очень-очень много всяких вкусностей. Но начнем мы с самого основного. И я думаю, что это у нас будет, конечно же, ужин с индейкой. Потому что, как иначе. Вот, но я думаю, что наш Филберт приготовит несколько блюд сразу. И это будут как основные блюда, так и десерты, конечно же. Вот, потому что, в общем-то говоря, Меркурии сказали. Так, парень, ты у нас как бы тут... Мы слышали, что ты у нас как бы по готовке, да? Тебе это вроде как нравится. Поэтому давай, пожалуйста, как бы с нас... Как говорится, с нас хата, с тебя поляна, да? Вот, но наш Филберт абсолютно не против. Ему действительно нравится готовить. И несмотря на свой столь юный возраст, я вам просто покажу, что у него на самом-то деле уже седьмой уровень кулинарии. Вот. Я думаю, он быстренько сможет смело у нас прокачаться и до десятого уровня. Так, ты наплевала на мою просьбу и пошла сразу собирать урожай. Ещё и в ночнушке. Хорошо, хорошо, я тебя поняла. Ну, хотя бы за это спасибо. Хотя бы за это спасибо. Но на втором этаже всё-таки нам нужно будет пропылесосить. Да, нужно будет здесь обязательно пропылесосить. И после того, как Филберт у нас всё приготовит, я думаю, сейчас Грейс вот так вот немножечко поможет по хозяйству. И после этого она присоединится к готовке. Тоже будет помогать, конечно же. И я думаю, что после того, как будет готова вся наша еда, то мы наконец-таки, собственно, украсим ёлочку. Да? Вместе с Грейсом и Филбертом. Так, и что такое Майкла Венера? Говорят, вы и Фурия Фалькона. Теперь, друзья, она мне нравится. Да, Майкл, приходи сегодня в Дом Меркуриев обязательно. Мы будем тебя ждать. Вот, прекрасно. Да, кстати, мы довольно хорошо пообщались с Фурией там в Мире Магии. Она как-то стала более лояльно к нам относиться. Возможно, потому что увидела, что мы уже нехило так прокачались. И совсем скоро уже догонимся до Озна-Тока. Действительно, как вы видите, нам буквально совсем чуть-чуть осталось. Но сегодня у нас Рождество. И Грейс с Филбертом пообещали друг другу, что сегодня никакой прокачки. Всё, сегодня официально выходной. Сегодня они отдыхают и наслаждаются праздником. И я считаю, что это правильно. Только давай сменим тебе наряд на что-нибудь, что-нибудь, на что-нибудь. Я не знаю. Ну, давай вот это вот. В этом мы ни разу, наверное, его вообще не видели. Ну, очень редко он носит эту одёжку. Поэтому пускай будет вот в этом. И давай я, наверное, тебя вот так вот пофотографирую. Я его сейчас тут, да. Вот, люблю смотреть на Филберта заготовкой. Если честно, это мне прям особо какое-то доставляет удовольствие и радость. А у Грейс у нас шестой уровень садоводства. Слушай, ну это просто прекрасно. Я тебя с этим поздравляю. Это у меня, конечно, молодец. И вот оно, наше блюдо номер один. Посмотрите, ужин с индейкой. Великолепного качества. На 12 персон. Боже, боже мой. И во время того, как он готовил наш шедевр, он, кстати, уже у нас достиг. Сейчас я вам покажу. Восьмого уровня в кулинарии. Вот. Да, кстати, интересно. У него вот почти восьмой уровень также в обаянии. То есть Филберт у нас, знаете, невероятно обаятельный и невероятно вкусно готовит. Вот просто, что за мужчина? Вот просто можно мне такого, пожалуйста, в реальную жизнь? Я была бы просто безумно счастлива. Объясните мне, пожалуйста, а почему у нас так быстро у Филберта растет навык? Он же только что достиг восьмого уровня. И у него уже что? Или это колбочка зависла? Подождите. И я что-то ничего не понимаю. Походу, это колбочка зависла. Потому что как такое может быть? Он же только-только достиг восьмого уровня. Как у него уже может быть половина девятого? Офигеть. Ладно. Ладно. Хорошо. Девятый. Подождите. Нет, вы мне просто объясните. А что происходит с этой игрой? Почему у меня Филберт, приготовив два блюда, качнул два уровня кулинарии? Он у меня просто сейчас закроет этот навык. Я вам клянусь. А как такое может быть? Он же... Подождите. Но он же не сверх какой-то. Или это за счет того, что он у нас талантливый скаут, еще и идеальный малыш. Это вот так оно все наслаивается? Умственная одаренность. Офигеть. Офигеть. Жаворник еще, возможно, работает. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Вот. У нас второе поколение. Это какие-то супер-симы, ребята. Что Джулия, что Филберт. Это просто что-то с чем-то. Филберт, я... Я восхищена. Я тобой восхищена. Боже, какая вкусняшечка. Ай, как жаль, что я не могу с вами отметить Рождество. Так, шоколадный пирог. Вот. Вперед. Вперед, дорогие мои. Давайте будем вместе готовить. Опа. Вот это Грейс у нас, конечно, выдала. Вот такая... А знаешь, что я тебе сейчас скажу? Хо-хо-хо, Филберт, с Рождеством тебя. Ну, супер, конечно. Вот это Грейс выдала. Реально Санта-Клаус настоящий. На Новый год повторишь то же самое. Окей, без проблем договорились. Тем более, что Новый год уже скоро. Кстати, я думала, может быть, и на Новый год мы тоже куда-нибудь выберемся. Я даже не знаю, может быть, не у кого-то дома, а вообще в какое-нибудь другое место. Ты знаешь, я думаю, мы сегодня обсудим эту идею с Меркуриями. Я думаю, что они будут не против. Я бы на самом деле такой, что... Опа, здравствуйте. Я бы на самом деле был не против снять какой-нибудь, возможно, загородный домик или что-то около того в Зимнем лесу и там отметить Рождество. А что, это вполне хорошая идея. Скажет у нас Грейс. Я согласна. Так, хорош болтать. Ребята, у нас почти час дня. Еще ни черта не готова. Елка не украшена. Подарки не добавлены. Давайте будем готовить вместе. Пожалуйста. Грейс, давай. Давайте будем присоединяться к готовке. Вот, я хоть на это посмотрю. А, прекрасно. Ты прямо это будешь тут делать. А Грейс у нас что? А, и Грейс тоже что-то будет делать. Слушайте, супер. Так это очень прикольно. Они вместе, получается, готовят. Обалдеть. Обалдеть. Это очень классно. Мне прям нравится, как это выглядит. Действительно, какая-то такая рождественская атмосфера. Знаете, там кто-то салаты рубит, кто-то там еще что-то. Вот. Ну, давайте не будем обращать внимание на то, что Филберт у нас делает, как бы, вот здесь вот, в нашей прачечной, да. Просто не хватает у нас вот этих поверхностей для готовки. Вот. Ну, ничего страшного. Так, у нас какое-то новое появилось, я так полагаю. Да, у нас появилось какое-то новое, как бы, воспоминание. Давайте посмотрим. И что это у нас? Совместная готовка. Чувство близости. Персонажи, которые готовят вместе, остаются друзьями навеки. Без еды нас бы уже давно не было. Еда нас объединяет, еда нас скрепляет. Золотые слова, я так считаю. И да, ребята, это свершилось для меня просто с какой-то космической скоростью. У нас Филберт только что закрыл навык кулинарии. Я просто в шоке, если честно. Так, и подать аяки. Да, я решила, что вот этой вот самой закуской, я не знаю, конечно, можно это назвать закуской или нет. Но я выбрала такое прям рождественское блюдо. То есть там даже от разрабов написано, что это такое, как традиционное рождественское блюдо, венесуэльское, если я не ошибаюсь. Я решила, что это прям оно. Да. И у нас добавила, в общем-то, подарочки Грейс. Добавил подарочки наш Филберт. Вот, поэтому Грейс у нас сейчас просто будет хлопать в ладоши, да, восхищаться освещением. Петь вместе. Давай пока повосхищайся освещением. Вот, Филберт у нас сейчас закончится с последним блюдом. Вот, мы украсим ёлочку. Я думаю, вот сейчас ещё Филберт быстренько примет душик, помоется. И уже мы будем выдвигаться, в принципе, да. Вот, практически целый день мы потратили на готовку. Но я думаю, что это ничего страшного. Всё-таки согласитесь. Обычно оно так в Рождество и бывает. Так, отлично. Филберт у нас такой спокойный. Думаю, так, 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 надо же как-то это красиво сделать. Всё тоже Грейс так любит, чтобы всё было красиво. Что-то мне не нравится. Походу я что-то не тунно делал. Грейс, что скажешь? Да нет, расслабься, успокойся. Всё в порядке, Филберт, даже не переживай. Я уверена, что это будет просто бомбезный праздник. Если честно, я уже в предвкушении, когда мы пойдём в гости. Ты просто себе представить не можешь как. Ну, отлично. Я очень рада, Грейс. Я, если честно, тоже в предвкушении. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Ура, ура, Филберт. Я так рада, я так рада. Я тоже очень рада, Грейс. Я, на самом деле, очень рада. Спасибо тебе за то, что создаёшь мне настроение. Всё, ребята, мы закончили с ёлкой. У нас уже половина девятого вечера. Мы ни черта не успеваем. Мы очень сильно опаздываем. Поэтому мы прямо сейчас берём всю нашу еду заготовленную. Все наши вкусняшки. Вот. И срочно отправляемся в дом к Меркурию. Ну что, друзья, посмотрите просто на это изобилие красоты. Вообще, на вот это вот просто всё великолепие. Пять блюд от нашего Филберта. И шоколадный пирог у нас готовил Филберт вместе с Грейс. Да, в общем-то, мы прибыли в дом Меркуриев. У них тут тоже всё, конечно же, украшено. Вот. И да. Сейчас я вам попробую, может быть, показать. Вот, видите. Замок у них тоже их украшен. Вот так вот. Всё это просто сказочно. Невероятно красиво выглядит. И да, у них тут тоже имеется ёлочка. Правда, они её ещё не нарядили. Наверное, они решили, что мы приедем пораньше и им поможем. Но не тут-то было. Но у них тоже есть гора подарков. Поэтому мы, конечно же, добавим подарок. Сходим. Вот, Филберт добавит. И Грейс у нас добавит. Да, отлично. Вот. И сейчас у нас все персонажи, я думаю, пройдут в дом. Так, нет, Филберт знали, что давай не так. Так, давай мы с тобой сделаем лучше вот идти сюда вместе. И после этого добавить подарок. Вот, вот так. Я хочу, чтобы Симы там у нас не мерзли. Вот у нас такие уже все красивые. Давайте, девчонки, не мерзните. Проходите в дом, пожалуйста. Вот, у нас тут все собрались встречать наших Филберта и Грейс. Думают, ну, наконец-то, сколько вас можно ждать. Вот семейство Венер, вот они пришли сразу же. Как бы их долго ждать не надо. А вы что-то, это прям как-то слишком долго. Грейс у нас говорит, а я уже добавила подарочек. Да-да-да. Все, так что у меня все про красоте, у меня все готово. Филберт скажет, и я прям сейчас добавлю. Вот так вот, отлично. Боже, какая милота. Так, Грейс, давай, пожалуйста, не будем ничего зажигать. Давай будем общаться. Вот, поздоровайся с Патрицией. Подними настроение. Где наш ник? Ник. Вот, давай смех да колик, как ты любишь, да, твою любимую, пожалуй, поддержать праздничное настроение. Вот, и Филберт, конечно же, у нас тоже будет со всеми общаться, будем со всеми здороваться, вот, поднять настроение. С сестренками, конечно же, тоже похвалим наряд, скажем, что они у нас просто прекрасно все выглядят. Расскажем какую-нибудь забавную историю тоже, почему бы и нет. Да, вот, и мы как раз достигаем восьмого уровня на вакеобаяния. Филберт у нас просто в ударе сегодня. Филберт у нас просто в ударе, я считаю. Прокачивается, как я не знаю что. Патрицией нас говорит, да, спасибо огромное, что пришли, и вообще, что предложили вот так вот отметить у вас. Я действительно буду очень рада. Так, здравствуйте, Ник, я, конечно, все понимаю, надо впечатлить девушку, Грейс, да, наверное, хочет нас впечатлить своим, своим тельцем, красивым. Но давай, пожалуйста, без вот этих вот крутасов одевайся. Одевайся и не раздевайся, пока что раздеваться рано. Так, отлично, скажи, я так рада, что вы пришли, на самом деле. О, отлично, у вас Патриция тоже в теме говорит, ну, давайте я так уж и быть впаду в детство, поделаю вместе с вами хоу-хоу-хоу, скажи, Грейс. А Дед Мороз будет? Я слышала, что на Рождество приходит Дед Мороз, но я не знаю, я вроде как слышала, что должен быть. Ну что, Патриция спрашивает у нас, наверное, у Грейса и у Филберта, как вообще, как вы поживаете, как у вас там дома, все ли в порядке, так давно не виделись, не слышались. Как у вас там с прокачкой, Грейс, как твои дела, что нового? Да, вот, все на самом деле хорошо. Так, спасибо большое, Ник, за то, что всем не загораживаешь. А Филберта смотрит на девчонок и думает, интересно, интересно, две девчонки так болтают. Филберта, вернее, Грейс и Патриция, да? Вот, Грейс у нас говорит, я тут недавно начала видеть, собственно говоря, видение, да, и пока что я, правда, ничего не понимаю, видение, ничего себе, так интересно. А в Мирмагии вы уже ездили по этому поводу? Грейс у нас ответит, что да, она разговаривала с Элифией, но ничего толком пока не понятно. Так, ну давай уже, ладно, ты тоже, смех да колик, почему бы и нет. Вот, с Патрицией пообщайся, так, что это такое, вручить подарок, нет, а ты можешь просто, как бы, с ней пообщаться. Вот, отлично подними настроение. Скажи искренне комплимент, слушайте, он так не приятно горячий душ с паром, я так полагаю, да? Вот негодяй, вот негодяй просто, вот что за человек, вот что за сим, это же просто невозможно. Сегодня у нас праздник, и Филбрид у нас думает, так, кто хочет попробовать тортик? Я считаю, что мы просто обязаны попробовать тортик. Ребята, я так старался, давайте уже пойдем кушать, давайте уже, наверное, пойдем кушать. Ну давай начнем там даже с грандиозного ужина, чего уж тут. Так, я не принимаю никаких отказов, все, и этим колоколом я торжественно объявляю, что у нас начинается, опа, что у нас начинается Рождество, что у нас начинается грандиозный ужин, все, ничего не знаю, все идите сюда. Так, а ты у нас зимний тортик сразу взяла, да? Говорит у нас Патриция, что ой, а я что-то не могу, такой красивый торт, я, пожалуй, начну со сладкого, потому что боюсь, что она потом такой красоты и не останется. Ну, что скажешь, как тебе торт Патриция, да? Видите, прям вот, вот просто посмотрите на это, сели друг напротив дружки, да? Вот так вот, и общается он только с ней. Вот, прошу обратить внимание. Да, а ник у нас, ник у нас это просто мут всех, я не знаю, в Рождество, в Новый год. Вот, что скажешь, я боялся, что что-то сделаю не так, все ли тебе нравится, как вообще еда, нигде не пересолено, ничего. Да нет, Филберт, ты что, все просто великолепно. Да-да-да, говорит у нас Кира, поддерживаю блюдо, просто от асс, вообще, мне безумно нравится. Да, Филберт, я смотрю, у тебя просто отлично получается по готовке. Все потому, что готовишь с душой. И Филберт стал у нас просто невероятно счастливый в воспоминаниях о готовке. Отлично, так, у нас традиция соблюдена. Так, а у Грейс, ну у нас у Грейса так, все в порядке, в принципе, с традициями. Так, а что ты делаешь? Болтать с Ксенией, а ты вообще... Какая Ксения? Подождите, здрасте. Так, у нас пришла Ксения, это алхимика, я вижу по ушам, Ксения Сатурн. А что вы здесь делаете, Ксения? Я хочу спросить. Просто, у нее вот, посмотрите, кстати, какая синька интересная, обалдеть. Очень красивая, я в восторге. А что она у нас тут делает? Ну ладно, пожалуйста, приходите, присоединяйтесь. Грейс у нас, наверное, спрашивает, здравствуйте, а я никогда вас раньше не видела. Вы такая интересная, такая красивая. А что вы тут делаете? Может быть, присоединитесь к нам, угощайтесь, пожалуйста. Ой, вы знаете, мне просто как-то, вот, если честно, я не с кем отметить Рождество. Наверное, у нее кто-то умер из родных, я так полагаю, по настроению. Вот, и так уж получилось, что я осталась совсем одна, и я тут что-то мимо проходила, и Меркурии сказали, что я могу чуть-чуть к ним зайти. Вот я и решила, знаете, наглости набраться. Да, конечно, пожалуйста, проходите, вы что, угощайтесь, да, садитесь, пожалуйста, без проблем. Патриция, смотрите, у нас, кстати, Патриция постоянно тусуется с Грейс, я не знаю, с чем это связано, вот, даже сейчас девчонки пошли погреть ручки о камень вместе, да, так выединились. А я даже могу вам сказать, по какой причине это происходит, посмотрите на, просто посмотрите внимательно на лицо Грейса, на лицо Патриции. Вот просто посмотрите, скажите, что вы на них видите. А я сейчас скажу, что на них написано. Грейс у нас, девчонка, как бы не глупая, и взгляд у неё такой, знаете, с хитрецой, такой, как бы немножечко шальной, задумавшей чего-то там себе, надумавшей. Патриция у нас просто девочка, вообще девочка красавица, девочка цветочек, такая вся какая-то раскрасневшаяся, прям сурмянцем, такая, знаете, засмущалась, прям смущашка-смущашка. И что у нас тут на самом деле происходит? Грейс у нас на самом деле подозвала Патрицию, да, вот говорит, а пойдём-ка мы с тобой в камину посмотрим, как он там, погрин ручки, а что-то, что-то как-то у вас немножечко прохладнее, чем у нас будет. Да, и Патриция у нас говорит, а пожалуйста, почему бы и нет? Вот, и Грейс у нас прекрасно видит, что между этими двоими что-то, что-то да происходит, что-то да происходит между Филбертом и Патрицией, но видит прекрасно также, что эти двое почему-то слишком сильно друг к дружку смущаются. И не делают никаких шагов, как бы навстречу друг другу. Вот, Патриция у нас вся такая смущается, я даже знаю почему, она, во-первых, стесняется, что она постарше Филберта. Патриция у нас ровесница Грейс, а Грейс у нас, кстати, осталось 7 дней, мы уже сейчас будет 6, 6 дней до взрослого возраста. Филберт у нас, конечно, намного моложе, ему вот 15 дней до, как бы, взросления. Вот, и поэтому, конечно, Патриция у нас комплексует, откровенно говоря, по этому поводу. Да, давай, кстати, с ником поболтаем, узнать, как прошел день, вот, например, прийти в подарок, так, обсудить интересы. Напряженно, что-то напряженно, подними давай настроение. Вот, Грейс у нас видит, что, как бы, надо что-то делать, надо что-то делать, потому что иначе будет беда. И она у нас так, давай, пожалуйста, у братья помыть не надо, давай ты как-нибудь аккуратно, давай отойдем, вот, поспредничаем, например, вместе с Патрицией, отойдем куда-нибудь в объединенное место, и скажи, Патриция, я хотела бы с тобой обсудить один такой, знаешь, ну, такой немножко деликатный вопрос. Это касается Филберта. Да, а что такое, что такое у нас с Филбертом? Что случилось? У него все в порядке? Да, 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 не переживай, у него все в порядке, я хотела поговорить насчет вас. Окей, и что насчет нас? Я не совсем понимаю, о чем ты. Грейс у нас сейчас скажет. Патриция, ну, давай, как бы, на чистоту, вот, просто посмотрите, как она смотрит на Патрицию и думает про себя. Ну, вот, что ты начинаешь? Ну, все же так, ну, все же ежу, понятно, что ты тут вот это начинаешь? Давай, скажем ей что-нибудь, предложить советы по снятию психического напряжения, упражнения по вот этому тренингу. Ну, давай, может быть, вот это, какой-нибудь дадим ей совет по-дружески, скажи. Патриция, я хочу тебе дать совет, чисто по-дружески, потому что я очень люблю Филберта, я к нему безумно хорошо отношусь, он парень просто потрясающий, и я хочу для него самого лучшего. Поэтому я хотела бы тебе сказать, пожалуйста, давай ты, как бы, перестанешь стесняться, окей? Потому что я, на самом деле, не понимаю, в чем причина вот этого вашего какого-то ступора, вашего стеснения, что и ты не туда, не сюда, и он не туда, не сюда. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, Грис, знаешь, как бы, ты же, ну, ты же не совсем знаешь ситуацию, понимаешь? Хотя, о чем я говорю? Ты же моя ровесница, ты должна меня понять, что, ну, это будет как-то, наверное, наверное, не очень. Что не очень, Патриция, что не очень? Я тебя умоляю, перестань. Ты же прекрасно видишь, что Филберта тянется к тебе. Ну, просто посмотри, как он весь вечер спрашивал только у тебя, понравилась ли тебе еда. Несмотря на то, что все его хвалили, ему было интересно только твое мнение. И, скажу тебе честно, он сегодня на кухне так старался, это просто что-то с чем-то. Я его таким давно не видела. И да, он безумно сильно хотел приготовить что-то вкусное. Он даже сегодня осекся на кухне, что очень надеется, что Патриции понравится. Поэтому давай, пожалуйста, ты откинешь все свои стеснения в сторону. И в конце концов, давай поговорим вот прям по-серьезному. Давай прям по-серьезному поговорим. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Поэтому, пожалуйста, я тебя прошу. Я еще, конечно, попробую с Филбертом поговорить. Но давай так. Если вдруг что, ты не будешь отнекиваться и не будешь сдавать назад. Окей? Окей, потому что я считаю, что у вас уже давно должен быть какой-то сдвиг. Ты потрясающая девушка. Я вижу, что ты очень добрая, очень интересная. И я хочу, чтобы у вас все было окей. Хорошо? Договорились? Патриция у нас такая, знаете, смутилась. Говорит, ну ладно, хорошо, да, окей, я тебя поняла. Спасибо, наверное. Такая уже где смущашка, просто я не могу. Просто не могу. Так, мистер, ты где? Ты у нас тут сидишь и ешь. Так, ну что? Я предлагаю, в принципе, начать прямо с сегодняшнего дня. С этого Рождества. Весь сегодня Рождество. Сегодня должны происходить чудеса. Поэтому, как бы, да. Давай, девчонка, зажигай. И ничего не бойся. Потому что ты же такая классная. О чем говорим, барышни. Иди, куда шел. Все понятно. Давайте тогда мы будем открыть подарки с... Вот. Возьмем прям всех. И Ксению тоже возьмем. Почему бы и нет. И вместе сейчас пойдем открывать подарочки. Так, отлично. У нас первый взял Филя. Такой. О, ничего себе. Такой тяжелый. Такой тяжелый. Интересно, что там такое? Опа. Да, вообще супер. Слушайте, классный подарок. Так, и у нас Грейс пошла такая. Говорит. Интересно, интересно. Что-то мне для меня подготовили. А ну-ка, ну-ка. Так. Боже мой, мне так приятно. Боже мой, какой шикарный праздник. И подарок. Боже мой, мне понравилось. Отлично. Спасибо большое тому, кто подарил мне этот подарок. Блинский. И слушайте, ну всем, кстати, нравятся подарки. Посмотрите, это прям реально жрецкое чудо. Так, ну что, у нас прошел успешно, прошел успешно. Вот и закончилось Рождество. Ребята, мне кажется, что все прошло отлично, очень душевно. Братишка, уже как бы три ночи. Я думаю, что нам, в принципе, уже пора. Вот. И да, я тоже очень благодарю вам за этот праздник. Все было просто супер. Еда твоя просто отменная. Чувак, я не знаю, тебе пойти в ресторан работать, или еще что-то того. Ну, это, конечно, насмешило. Спасибо, конечно, но к ресторану моя душа не лежит. Я бы хотел попробовать уйти в писательство. Правда, пока что не знаю, в какое русло эту энергию применить. Вы думаете, я просто так придумываю им диалоги? Нет, ребята, я просто слишком хорошо знаю своих персонажей, знаю, о чем они говорят. Вот и все. Давай тогда поставить на место. Вот это вот поставить на место. Мы это все оставим как бы здесь. Вот, поставить на место и поставить на место. Вот, пускай Меркурий и кушают, как бы без проблем. Так, Филберт, а ты у меня... Кстати, где Патриция? Где Патриция? Где словить эту прекрасную женщину? Вот Патриция. А, ты, наверное, хочешь у меня сходить? Да, я поняла, чего хочет Патриция. Окей, мы не будем ей мешать. Мы пока что подойдем вот сюда. Вот, подождем, пока она выйдет. Вот, я думаю, что сейчас у нас, в принципе, будут расходиться уже все гости. Да, Патриция у нас счастлива. Такая думает, хм... О, боже мой, не знаю, не знаю даже, что ей делать. Принять во внимание слова Грэйс, или это просто как бы она так по-дружески меня поддержала. А Филберт у нас сейчас скажет, наверное... Патриция, ну-ка, это душевный разговор. Давай, слови ее. Лови, лови Патрицию. Скажи, я хотела бы куда-то о чем с тобой поговорить. Вот, наверное, немножечко наедине. А, да, наедине. У нас Грэйс мимо проходит и думает, ну, наконец-то. Я бы хотела с тобой кое-что обсудить. Довольно-таки деликатно. Ты не против, вот, если мы с тобой поговорим наедине? А, наедине? Нет, нет, конечно, я не против. Вот. Давай искренний комплимент сделаем Патриции. Вот, супер, слушай, ты просто прекрасно выглядишь сегодня. Ты вообще, в принципе, ты всегда очень хорошо выглядишь. Ну, спасибо. Спасибо, даже не знаю, что ей сказать. Мне очень приятно. Так, Патриция Неряха. Да, мы узнали. Вот, Фил, она твоя родственная душа, понимаешь? Вам просто вот инсайдер Неряха и Угрюмая. Кстати, как Джулия. А ты у меня кто? Так, она у нас инсайдер Неряха и Угрюмая. Так, подождите, а где это? А где это смотрится вообще? Он у нас перфекционист Неряха и Сноб. Вот. Так, ну да, мы все-таки хотели как бы шушуть. Мы хотели вместе поговорить. Поэтому давай мы с тобой это... Мы с тобой только этого сформируем в группу. Вместе с... Только вместе с Патрицией. Вот. И... Так, у нас тут уже подарки, кстати. У нас тут уже летающие подарки. Просто замечательно. Вот. Грейс у нас сейчас, наверное, все спрячет в холодильник. Да, почапает домой. А Филберт у нас сейчас предложит Патриции, наверное, куда-нибудь пройтись. Или проехаться, возможно. Они у нас отправятся сейчас просто, знаете, так немножечко пройтись. Немножечко погулять. Вот. Боже, посмотрите, я не могу. Посмотрите, какие они милашки. У меня просто... У меня просто нету слов. У меня просто нету слов на этих симов. Ребят, смотрите, какая у нас Патриция красотка. Это же просто невозможно. Наш Филберт попросил ее сфотографировать сейчас. Вот. Давайте выберем вот так вот фильтр поярче. И, может быть, перевернуть. Или все-таки... Все-таки... Вот так. Ладно, давайте, наверное, вот так. Мне прям нравится. Чуть-чуть. Вот так. Чуть-чуть вот так. Вот. Возможно. Вот. Чтобы было видно, что это зима. Вот так вот. Отлично. Отлично. Просто потрясающе. А что ты так красиво позируешь, Патриция? Я прям в шоке, если честно. Так, давайте еще к ним. Вот Филберт у нас подошел к Патриции. Говорит, слушай, такая красота. Давай, можно я тебя, пожалуйста, сфотографирую? Вот. И давай ей заодно сейчас и покажем, что у нас там получилось. Вот такие вот фоточки получились. Как тебе вообще? Нравится? Нравится, как все получилось? Ты знаешь? Да, все супер. О, боже мой. Это я такая забавная. Такой нос у меня смешной на фотках. Да ладно тебе. У тебя просто потрясающий нос, я считаю. Правда? Ты так считаешь? О, боже. Ребята, у меня сейчас это... У меня сейчас сердце вывалится просто из груди. Да. Спасибо большое, что сфоткал. Действительно получилось классно. Скинь, потом ладненько. Да, кстати, и о чем ты хотел со мной поговорить, если не секрет? Так, кто к нам направляется? Мне очень интересно. Эмилия Эрнест. Я, конечно, все понимаю, но мы немножечко заняты. Я так много тебе хотел сказать и так давно. Я не знаю, почему я сейчас такой смелый, честно тебе скажу. У нас Патриция немножко аж это испугалась, такого напора. Да, ты понимаешь, я столько на самом деле... Я так давно это все в себе ношу. Что... Боже мой. Я не знаю. Я надеюсь, что у меня все получится, что ты меня поймешь. Да. И что ты нормально к этому отнесешься. Ну да, конечно. А что случилось? Что случилось? Здравствуйте, молодые люди. О чем мы тут разговариваем? Да, ни о чем, ни о чем. Привет, привет. А вы что, тоже пришли видами полюбоваться? Угу. Парочка, все понятно. Ну, все понятно. А вот мой муженек не захотел со мной на зимние виды сада у замка смотреть. Вот так вот, все понятно. Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, мы тут обсуждаем, в общем-то говоря, неважно. Это все неважно. Патриция у нас выкрутилась из ситуации. Видите, Филберт ближе. Филберт ближе к ней подошел. Вот видите, ближе к ней подвинулся, да? И, господи, боже мой. Вот просто посмотрите на эту химию между персонажами. Вот вы думаете, я надумываю сама себе? А вот просто посмотрите на это. Вот очевидно, я уверена, что у них просто сейчас происходит бессловесный контакт. И Патриция такая, пора, кажется, валить. Угу. Я с тобой полностью согласен. Пора валить куда-нибудь. В более уединенное место, правда? Да, я тоже так считаю. Так, ну и что, ребята? Давайте, наверное, сделаем все-таки долгожданное действие. Я думаю, меня уже тут закидали все помидорами. И думают, ну что, ну когда, ну когда же? Давайте начнем издалека. Спросим, есть ли пара у нашей Патриции. Вот, Патриция, я хотела спросить. Тут у тебя узнать, поинтересоваться. А у тебя есть кто-нибудь? Это как понять? Кто-нибудь? Ну, знаешь, может быть, у тебя есть мужчина. Нет, нет, Филберт, у меня никого нету. А с какой целью интересуетесь, молодой человек? Патриция. По-моему, все предельно ясно. С какой целью мы интересуемся? И Филберт скажет, я вот говорил тебе, да, прежде чем нас отвлекла та девушка, ну да, помню, ты говорил, что хотел сказать что-то очень важное, что давно собирался. Да, я на самом деле хотел сказать, что, честно говоря, ты самая красивая девушка из всех, которых я только знаю, и я всегда так считал. И да, я хотела сказать, что очень нравится вообще в тебе все, ты очень-очень хорошая девушка. Скажи, Филберт, о, боже мой, какая женщина. Филберт, как тебе не стыдно? Как ты можешь вообще? Что это за мысли такие у тебя? Хотя ладно, отчего это я? Мальчик-то уже вырос давным-давно. Но, да, в общем-то, что-то ты ей такое рассказываешь, сплетничать. Боже мой, какой ужас. Филберт, давай уже давай конкретнее. Давай конкретнее, давай, может быть, попробуем, попробуем, позаигрывать. Вот, скажи, Филберт Патрица, я хотела тебе сказать, что, ты знаешь, у тебя, ты не только сама очень привлекательная, но также у тебя особенно красивые губы, особенно сегодня, я считаю. Да, ты правда так считаешь? А что, если я тебе скажу, что я тоже думаю, что у тебя очень-очень красивые губы? Скажи, Патриция, я тут это, ты не против, если я иногда тебе буду... Что? Говорят твои Патриция, теперь друзья, она мне нравится. Так, что это у нас такое? Отпинать футбольный мяч. Слушай, друг, успокойся. Патриция, ты не против, если я иногда буду тебе смс-очки настрачивать, как бы, да? Вот, и да, я, кстати, не хочешь проверить почту? Я кое-что тебе сейчас отправил, я хочу, чтобы ты это прочитала прямо сейчас. Прямо сейчас, это ты куда мне отправила в телефоне? Ну да, я тебе сейчас отправила смс-ку. Сейчас у нас Патриция посмотрит в телефончик и увидит там, знаете что? И увидит там особое сообщение, ошибки обнаружены. Что за ошибки, интересно? Филберт у нас, аж видите, это глаза спрятал, засмещался. А Патриция у нас в телефоне увидит сообщение. Вот тут вот, от Филберта в коричневом окошке. В котором написано, что ты мне очень нравишься, Патриция. И я хотел бы проводить как можно больше времени с тобой. И я бы хотел побыть поближе к тебе, быть рядом, быть нужным тебе. И, возможно, если, конечно, действительно есть во вселенной рождественское чудо, возможно, мое желание осуществится. О, Филберт, ты у нас романтик, конечно, ты у нас романтик. Так, Патриция у нас сейчас спросит, Филберт, ты это вообще серьезно? Я что, правда, тебе нравлюсь? Да, ты мне очень нравишься, и давно. Я еще с подросткового возраста в тебя, не побоюсь этого слова, влюблен. Просто, ты знаешь, я действительно боялся тебе это сказать. Я боялся, что ты меня отвергнешь. Но сейчас я понимаю, что я уже ничего не боюсь. И так много поменялось в моей жизни. Я понял, что, ты знаешь, нельзя что-то откладывать. Я считаю, что нужно жить сейчас. И иногда можно просто не успеть сказать, что ты кого-то любишь, что кто-то дорог для тебя. Поэтому вот так вот, вот так вот, солнце мое. Вот это то, о чем я думаю. Но мне интересно, мне больше интересно, что думаешь ты. Что, Филберт, тебе интересно, что я думаю? Знаешь, ты там писал о своем рождественском желании? В принципе, в принципе, знаешь. Я думаю, что я могла бы его исполнить. И да. Если, конечно, ты действительно так этого хочешь. Ты правда, ты это серьезно. Так, давай попробуем подержать за ручки. Ну да, только, знаешь, я бы не хотела понять, как бы, насколько действительно я тебе нравлюсь. Вот, и что ты обо мне думаешь. Поэтому, может быть, ты как бы не только скажешь, но и покажешь мне. Ох, женщина. О, женщина, думает Филберт. Ты бы знала, как ты сводишь меня с ума, и как ты прекрасна. Я столько думала о тебе. Филберт, мне так приятно. Поэтому мы с вами продолжаем. Да, и спасибо тебе огромное, Патриция. Я так рад, что это... Ребята, я не давала этого действия. Вы видели, оно само здесь появилось Ну всё, ну всё, ребята Ну всё Это просто судьба, я считаю Филберт, давай Девушка уже хочет спать Давай, пожалуйста, я тебе умоляю, сделай это Скажи, Филберт, ты хотела действия? А как насчёт того, что я припас с собой вот это? Ты серьёзно, Амела? Филберт, ты, ты, ты что? Ты шутишь, что ли? Так, давайте, может быть, стены опустим Хотя нет, тут стены другие Боже, ты, ты что, серьёзно, Филберт? Ты таскал с собой эту Амелу? Я, я просто в шоке с тебя Ну да, а как бы, а что такого? А что такого? Мало ли, знаешь, я, конечно, не ожидала, что Сегодня меня настигнет такой подарок судьбы Но, знаешь, как говорится Мечтать не вредно Вот, и да, я действительно носила с собой эту Амелу На всякий случай, так сказать Так что, ты согласна? Ты согласна, да? Ой, господи, посмотрите, какие они лапушки Какие они лапушки И так закрыли глазки Господи, мои швы сладкие Мои швы дорогие персонажи О, боже, какие они офигенные Ребята, я просто в шоке Я просто в шоке Посмотрите, как это красиво Какие они у нас красивые, ребята Ребята Ой, это просто капец О, боже О, боже Он меня поцеловал? Это что? Это серьёзно? Мамочки мои Да я же сейчас в обморок свалюсь просто Ой, Хилберт Я даже не знаю, что сказать Это было так Как? Как? Скажи, пожалуйста, как это было? Это было просто прекрасно Да, мне очень приятно У тебя потрясающие мягкие губы Я тебе хочу сказать на чистоту Спасибо Я точно так же могу сказать И о твоих губах потряса Они прекрасны Правда? Ты правда так считаешь? Да, я правда так считаю Ну, тогда Тогда, может быть Может быть Ты докажешь мне Что ты правда так считаешь, а? Ну, ладно Давайте уже официально первую поцелую Чё уж там Подомелой поцеловались Всё Вот Патриция и Филберт У нас впервые целуются Ещё раз И О боже О боже Я не верю, что это происходит Господи Это что? Это правда рождественское чудо? Быть вообще? Как это вообще возможно? Филберт Посмотрите веб-странице Ты вообще Что ли? Офигел? Серьёзно что ли? Так Ооо Похвалить Страстно поцеловать Всё, ребята Всё Мужика понесло Наконец-то Наконец-то Пропёрла Ребята Наконец-то Пропёрла Филберта Ай Всё, я счастлива Смотрите Какая милошка Так прям улыбается Вообще в шоке Наверное Думаю Боже мой Как так вообще? Ой, я так устала Всё Не могу Не могу просто поверить Что это наяву Эх Да Наша Патриция ушла Представляете, ребята Всё Сбежала Сбежала наша принцесса Говорит Ой, Филберт Уже почти 10 утра Я Всё Я, наверное, побегу домой Если честно Я уже просто валюсь с ног Да Филберт у нас Вот так вот тут остался И думает Да, конечно Патриция, иди Я всё понимаю Вот Но я надеюсь Что это не из-за того Что произошло Нет У нас Патриция сказала Нет Я просто Мне правда Мне нужно всё это переварить Это так неожиданно И я Я просто думаю Что мне нужно немножко отдохнуть Но Спасибо Филберт Спасибо тебе За самое лучшее Рождество В моей жизни Да Спасибо Отлично Всё Парень доволен Парень доволен Парень просто в восторге Ну Она, наверное, просто слишком Действительно сильно устала И Действительно хочет обмозговать Вообще Что только что случилось Но, ребята Я нас поздравляю Я нас поздравляю Это наконец-таки случилось И Мы С Патрицией Наконец-таки Выяснили отношения Мы признались В своих чувствах Мы сказали Что она нам очень нравится И Поцеловались Под Амелой По инициативе Филберта Я напоминаю Именно он это сделал Не я Вот После чего у нас был Первый поцелуй Прекраснейший Но Филберт у нас Окрылённый На крыльях любви Просто прекрасно себя чувствует Ладненько Давайте Отправляться Тогда домой Ну что, ребята Мы с вами Прибыли домой Наконец-таки У нас выбежала Грейс Встречать нашего Филберта Говорит Десять утра Филберт Боже мой Где Где носила тебя Где тебя С Патрицией носила Что случилось Рассказывай Ну что там Ну что там у вас Грейс Представляешь Я поцеловал Патрицию Ты вообще Можешь себе это Представить Я решился Я всё-таки решился Я ей признался Боже мой Да ты Ты просто шутишь Филберт Ты что Ты Боже мой Как я за вас рада Поздравляю Боже Неужели это Свершилось Филберт Ты ей признался А она что Как она отреагировала У нас Кстати новое Уже Третье чувство По отношению Грейс У нас Совместная готовка Крепкая связь И обожание Ну да Да у нас между Грейс И Филбертом На самом деле Особая связь Очень Очень крепкая Дружеская связь Вот То есть Наша Грейс Она спасла В своё время Филберта От просто Тяжелейшей Глубочайшей Депрессии После того как Ну конечно По версии Этого мира У нас умерла Джулия То Грейс Она просто Стала спасительным Кругом Для Филберта И поэтому Между этими двоими Действительно Просто очень Крепкая связь И видите Что тут Целый букет Вообще Чувств Эмоций Да Но именно Дружеских То есть Они вот реально Как брат сестра Как очень крепкие Друзья Боже мой Филберта Я так рада Я так рада За тебя Ну я надеюсь Что скоро Ты пригласишь Куда-нибудь Правда На какое-нибудь Свидание Или ещё Правда Ну скажи Не разочаровывай Меня Ну пожалуйста Ну ты знаешь Она сказала Что ей нужно Всё обдумать И вообще Грейс у нас Смотрит На него Слушает И думает Боже мой Какая же Она всё-таки Неуверенная В себе Ну что за ужас Что за люди Но вообще Говорит Филберт Я думаю Да Я хочу Конечно же Куда-нибудь Перекласить И да Грейс Спасибо большое Тебе За то Что ты Меня постоянно Вдохновляла И подначивала Чтобы я В общем-то Говоря Сделала этот шаг Это было бы За что Господи Я же смотрю На вас двоих Я вижу Что вы всё Никак не решитесь Так Давайте Давайте Конечно Мы обнимем Грейс Вот А как иначе Вот Потому что Мы её очень сильно Любим Действительно Она очень дорогой Для нас человек Я уже вообще Не представляю Нашего дома Без Грейса И я тебя обниму Ау господи Какая милота Что за милота Да ну Мой хороший Не за что Не за что Всё в порядке Всё для вас Дорогие Отлично Так Ну что Ребята Я думаю Что на такой ноте Мы с вами Уже Просто Обязаны Закончить Эту серию Потому что Я думаю Она вышла Невероятно Длинная У нас сейчас Продолжится Наша прокачка Наших персонажей Естественно Вот Как обычно Отлично Вот так Вот смотрите Филбрит Смотрит прямо В камеру Прямо на вас Прямо на вас И Да Слушайте Аж Реально Смотрит в камеру Обалдеть Ну в общем-то Мы с Филбритом Благодарим вас За просмотр Спасибо за то Что вы были с нами Всё это время Вот С прошедшими У вас Зимними праздниками Ещё раз Желаем вам В жизни Побольше Таких же чудес Какое у нас Было вот тут Рождественское чудо Да Всем отличного настроения Я надеюсь Что мы с вами Увидимся Совсем скоро Ну а пока что Всем Всего хорошего И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok